Здравствуйте, уважаемые слушатели Красного Университета! Меня зовут Пучок Владимир Александрович, инженер-программист. Как вы знаете, на 1 апреля 2020 года у нас была запланирована лекция в Красном Университете на тему степени эксплуатации в современной России. В связи с карантином очные занятия у нас теперь не проводятся, но я думаю, что мы вполне можем использовать для дела, обсудить эту тему и в таком заочном режиме. Для этого нашего разговора нам, конечно же, понадобятся те знания, которые мы получили на лекциях, в первую очередь, Виктора Ивановича Галко, которые уже были прочитаны в первом семестре. Ну а в целом разговор тут о чем? Мы живем при капитализме, половина мира как минимум. Капитализм у нас подается, представляется как такое общество возможностей. Все свободно зарабатывают, как могут. Если ты работаешь, договорился за зарплату, нравится работой, не нравится, уходи. Ищи другую работу, вроде бы все честно. Но тем не менее, большой проблемой при капитализме, которую озвучивают даже те, кто хорошо живет при капитализме, вот этой большой проблемой является неравенство доходов. Несмотря на заявленное равенство возможностей, положение в обществе, у людей, активно принимающих участие в экономической жизни, очень сильно разнится. Вот я бы хотел обратить внимание на отчет банка Credit Suisse, выпускает ежегодный отчет о богатстве, мировом богатстве Global Wealth за 2019 год. Это отчеты в виде отдельных файлов, можно, все могут скачать. И здесь, на странице, на листе 139, можно увидеть такое заключение, такую оценку, что вот у нас к 2009 году у нас в мире насчитывается почти 47 миллионов людей, людей, у которых их личное состояние оценивается больше, чем миллион долларов. То есть это долларовые миллионеры. Таких долларовых миллионеров 47 миллионов в мире. Но это всего лишь меньше процента, меньше 1% от численности взрослого населения в мире. То есть у нас долларовых миллионеров меньше 1% численности взрослого населения. Так вот, к 2019 году их суммарное состояние оценивается 158 триллионов долларов, и это 44% всего мирового богатства. То есть 44% мирового богатства сосредоточено в руках менее 1% населения. Это по оценке банка Credit Suisse. Также в своем отчете он состоит из двух файлов. Вот в одном из файлов приведена такая таблица по численности миллионеров. Изменение численности миллионеров долларов, миллионеров с 2010 по 2019 год. Общая цифра это почти 47 миллионов на 2019 год. Здесь мы увидим в Соединенных Штатах больше, чем удвоилось количество миллионеров. В Китае вообще какой-то запредельный рост случился за эти 9 лет. На два порядка выросло это число. Ну и Россия здесь есть. Также мы видим, было 14 тысяч. Вот тут в тысячах, да? 14 тысяч долларов миллионеров. В 2010 и 2019 году – 246 тысяч долларов миллионеров. И если мы посмотрим положение этих миллионеров, или точнее разделение людей по доходам внутри стран, будет тоже из-за этого отчета. Видите, у нас тут Россия присутствует. Что у нас в этой таблице? Число взрослого населения в тысячах. У нас 111 миллионов больше, чуть дальше. И доли населения. Доли взрослого населения. У тех, у кого доходы годовые менее 10 тысяч долларов. 10 до 100 тысяч. От 100 до миллиона и более миллиона. Вот, смотрим, по России у нас 79% населения взрослого имеет доход менее 10 тысяч долларов. Это на нашей рубли по курсу 2019 года порядка 50 тысяч в месяц. доходов. Вот так вот. Чтобы получить 10 тысяч долларов в год. То есть, вот, большинство населения у нас до 10. Взрослого населения до 10 тысяч долларов. И вот там у нас долларовых миллионеров – это 0,2% населения. Население, правильно? Да, 20%. То есть, что мы видим? Колоссальное расслоение в доходах. И это свойственно всем капиталистическим странам. Ну, и Китаю как стране переходного периода. Социалистическая страна, но в переходном периоде. И как объяснять, как можно объяснить такое положение? Конечно же, сторонники капитализма объясняют эту тему, что хорошо работай, будь успешен, тогда и будешь богатым. Ну, и видно, да, вот за 9 лет эти 20 раз увеличилось число успешных предпринимателей, да, у нас, наверное, их можно так назвать, или буржуазии. Хотя тут, конечно, еще нельзя сказать, какому классу принадлежат эти люди. Ну, понятно, что получить миллионы долларов просто работая невозможно, правильно? Получается, объяснение вот этого факта в марксистской теории, оно связано и основано на раскрытии сущности капитализма. Сущность капитализма в том, что капиталистическое производство – это производство прибавочной стоимости. соответственно, все, что производится, производится ради того, чтобы получить стоимость большую, чем была вложена. В теории мы это уже рассматривали. Я напомню, это у нас выглядело так, что капиталист любой всегда начинает с денег. На эти деньги покупает товары, нужные ему в производстве, затем реализует после процесса производства вновь произведенный товар и получает большее количество денег. Если он большее количество денег не получает, то фактически этого производства вестись и не будет. Ну и мы знаем, что форма банковского, растащического и капитала и банковского процента она более простая. Она подразумевает просто, начиная с денег, выдали кредит, получили большую сумму денег. Мы знаем, что в своем произведении «Капитал» Карл Маркс показывает, что вот эта форма капитала это упрощенная форма и фактически за ней стоит вот эта полная формула капитала с процессом производства. Потому что сюда же попадает и купеческий, и торговый капитал, когда перепродается тот же самый товар. Но, опять же, это лишь более простая форма, в основе которой лежит движение капитала через процесс производства. Ну, почему так? Потому что тут суть в том, откуда берется вот эта прибавка. Если мы будем искать эту прибавку где угодно, но вне сферы производства, просто, допустим, в сфере обращения, то будет получаться, что просто все, кто обменивается товарами, они так или иначе пытаются друг друга обмануть. Ну, естественно, как экономическая модель для всей экономики это невозможно такое представить. Конечно же, там случаи обмана или более выгодных сделок они всегда присутствуют, но все равно в основе этого лежит тот факт, что в процессе производства создается большая стоимость, чем была изначально авансирована на этот процесс. и здесь, как мы знаем, происходит следующее. Мы, если возьмем стоимость производимого товара, допустим, у нас это будет движение его стоимости, тут следует нам вспомнить, что стоимость это овеществленный труд, измеряемый количеством необходимого общественно необходимого рабочего времени, и, соответственно, если мы говорим о стоимости товаров, то здесь стираются все различия в видах товаров, в видах сырья, способах производства, и остается лишь усредненное рабочее время, которое выражено и затраты живого труда, и затраты уже до этого овеществленного труда в виде средств производства. То есть, стоимость нашего изготовленного товара будет содержать какую-то часть этого прежде овеществленного в средствах производства труда, и живым трудом эта стоимость переносится в стоимость нового товара, и другую часть это вновь присоединенного труда, то есть это затраты рабочего, затраты живого труда, рабочего времени. ну и казалось бы, где же тут источник эксплуатации? с точки зрения капиталиста вот это вот часть стоимости средств производства, то есть это всех оборотных средств, части основных видеомортизации обозначается у нас с здесь то, что присоединено живым трудом, то есть это живой труд, откуда он взялся, это наемный труд, на который капиталист также потратил свой капитал, авансировал его перед началом процесса производства. ну и фокус-то заключается в том, что авансировал-то он капитал на покупку рабочей силы, а продает он уже результаты труда этой рабочей силы, то есть в результатах этого труда овеществляется рабочее время, а платится за это рабочее время из рабочей силы, как за другой товар под другой стоимость, по стоимости товара рабочей силы. Вот и получается, что это две разные стоимости, то есть эта часть, сколько было присоединено живым трудом, но сколько за этот живой труд было заплачено, это отдельная часть, ее также можно выразить, как долю стоимости нашего продукта, здесь у нас V обозначаться, то есть это та доля, за которую была куплена рабочая сила, но вся стоимость вновь присоединенного труда она больше, и вот это превышение есть прибавочная стоимость, ради которой, в общем-то, ради присвоения которой все это производство при капитализме и затевается. это то, что уже разобрано на занятиях первого семестра, то, что изложено в первой главе, в первом томе капитала, и я бы хотел показать, как выглядят эти цифры на современной российской статистике. Если мы подумаем, как у нас как у нас соотносится стоимость рабочей силы и стоимость продукта рабочей силы. То есть, мы же всегда можем свести стоимость стоимость, произведенную живым трудом за какой-то определенный промежуток времени к какому-то денежному выражению. сколько стоит час труда. То есть, не час, за который нанимают, то есть, не сумма, за которую нанимают людей работать в течение часа, а какая стоимость производится за работу в течение одного часа. В среднем, да? почему в среднем, потому что мы можем говорить только об общественно необходимом труде, соответственно, это нам нужны самые широкие данные. То есть, не на одном предприятии, не на нескольких, а статистика по всей экономике. у нас такая статистика дается. У нас есть сайт государственного федерального службы государственной статистики. статистики. Вот здесь что мы можем найти? Есть у нас российский статистический ежегодник в виде отдельных главок доступен в браузере. Вот мы можем посмотреть в разделе труд, занятость, безработица. Есть данные, количество фактически отработанного времени за год. Узнаем сколько было за год. В часах отработано по видам экономической деятельности. Вот возьмем вот мы видим, что в 2018 году самые свежие данные в общем тут измеряется в миллионах человеку часов. миллиона человеку часов. И возьмем у нас обрабатывающие производства. Это у нас вся, почти вся промышленность. Возьмем для примера значит получается за год отработано миллионах человеку часов значит 19 миллиардов 160 миллионов человеку часов. Мы можем эту цифру запомнить. Так. И сколько же стоимости создано в этой сфере за год. Мы тоже можем посмотреть. Вот есть раздел промышленное производство. объем обгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности. Давайте посмотрим. вот мы взяли обрабатывающие производства. Видите, тут к обрабатывающим производствам у нас тут и пищевые продукты, и широкий перпозон продукции и мебель. чего только нет. Что мы видим? В 2018 году объем отгруженной продукции миллиардов рублей, то есть 44 триллиона рублей. Произведено за год в обрабатывающих производствах, которых, как мы видели, отработано было вот столько 19 миллиардов человеко-часов. Что мы из этих двух цифр можем получить? Мы можем поделить даже стоимость, получается, правильно, у нас тут, несмотря на то, что такие разные виды промышленности, все это сведено к деньгам, к стоимости, поделив вот эту цифру количества произведенных продуктов в рублях на количество часов, мы можем получить пробеженную, конечно, современную оценку того, сколько стоит час работы. В том смысле, сколько по стоимости труда веществляется за час производства. Вот мы и взяли не все, не все сферы, которые перечислены. можно просуммировать. И в этой таблице тут есть всего, сколько часов отработано, но сюда попадают и вовсе непроизводственные сферы. стоимости стоимости не производятся. а происходит уже перераспределение всякими механизмами, но уже перераспределение созданной в производстве стоимости. поэтому вполне лично взяли данные по обрабатывающим производствам. Так вот, если поделить эти две цифры, на листочке поделим, получается, что стоимость продукции одного часа в обрабатывающих производствах за 2018 год составляла 2328 рублей. 2328 рублей в час создавалось. А теперь сравним, а сколько же была стоимость рабочей силы в 2018 году, которая этот продукт вырабатывала. также у нас есть статистика в разделе уровень жизни, доходы населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности. Посмотрим данные тоже по 2018 году, обрабатывающие производства 40 722 рубля в месяц. Среднемесячная, да? это получается? 40 тысяч 722 рубля в месяц. Поделим на ту стоимость, которая производится в течение часа в среднем обрабатывающих производствах. это мы что найдем? Это мы найдем за сколько часов работник обрабатывающих производства отрабатывал в среднем свою зарплату в 2018 году. поделим на 2328 что мы получаем 17,5 часов округленного 17,5 часов то есть это получается месячную зарплату зарплату работник отрабатывал чуть больше чем за два дня или скажем так месячная зарплата работника соответствует продукции двух дней за два дня производится та стоимость которая соответствует месячной зарплате работника почему я почему я поправился потому что это мы вот долю долю работников мы 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 определили долю зарплаты работников в продукте ну и в общем то да можно сказать что вот эта доля приходящаяся на заработную плату там еще остается доля приходящаяся на средства производства и прибавочная стоимость но из этих цифр мы точные соотношения не увидим то есть мы тут явно видим насколько отличается стоимость рабочей силы от стоимости получаемой при использовании рабочей силы при потреблении рабочей силы это мы ясно видим да если даже взять эти две тысячи триста двадцать восемь которые в час производил работник умножить на восемь умножить на двадцать два то мы увидим что в среднем стоимости работник производил четыреста девять тысяч семьсот двадцать восемь рублей из этого из этой стоимости ему выплачивалось лишь сорок тысяч семьсот двадцать два рубля и дальше чтобы понять в каком соотношении была доля приходящаяся на возмещение стоимости средств производства и какая доля пошла как прибавочная нужно уже обращаться рассматривать статистику по по предприятиям из отчетности предприятий для примера считаем что у нас капитал это как он действует с одной стороны это совокупный общественный капитал но выступает он как сумма отдельных капиталов и капиталистов которые воплощают капитал и вот у нас есть вот ведется список миллиардеров самых богатейших людей в мире каждый день обновляется здесь указано их состояние суммарное богатейшие это глава интернет магазина amazon 118 миллиардов долларов его личное состояние здесь по странам можем пройтись где тут у нас в россии кто у нас числится самым богатеньким владимир потанин 24 миллиарда поскромнее конечно сколько в пять раз меньше но тем не менее 29 место следующий из россии это кто у нас тут лисин только 48 всего 16 миллиардников так его значит владимир потанин у нас вот давайте рассмотрим в чем же состояние держится вот нам блумберг говорит что у него основное это то что он владеет почти 35 процентами норильского никеля крупнейший мировой производитель никеля ну ведь у миллиардеров жизнь не спокойная тут все растут все эти с меня уже деньги хотят за просмотр в общем обратимся тогда к отчетности норильского никеля можно посмотреть кстати есть такой у нас РБК сайт ведет рейтинг крупнейших компаний по выручке 2019 год выручка 8 триллионов больше 8 триллионов рублей давайте посмотрим где у нас норильский никель появляется 18 норильский никель выручка 729 миллиардов больше чем 10 раз отставания от лидеров тем не менее богатейший собственно богатейший у нас человек если обратиться открыл с сайта норильского никеля сейчас еще за 2019 год отчет не вышел но есть за 2018 годовой отчет это красивый документ представлено геолога разведка добыча переработка на мировом рынке номер 1 палладий номер 1 никель на мировом рынке да крупнейший монополист производственные показатели производство никеля выросло меди выросло все финансовые показатели выручка и беда беда это Hermes before taxation amortization то есть это фактически прибыль до налогообложения и различных отчислений такой показатель все компании крупные выпячивают его сколько мы заработали если не оплачивать налоги амортизацию то что может варьироваться в зависимости от законодательства насколько мы эффективно отработали год дивиденды ну вот как здесь оценить степень эксплуатации степень эксплуатации как раз таки мы знаем и определяется нормой прибавочной стоимости то есть фактически долей долей работники получили в вновь созданной стоимости а какая доля ушла капиталисту из этих показателей мы этой доли не узнаем степень эксплуатации не знаем почему потому что здесь не идет речь о труде тут только фактически а уже о результатах работы капитала прибылях дальнейших распределения этой прибыли либо о производственных показателях которые когда речь идет о стоимости уже стирается не ведем речь о том чем конкретно занимается компания нас интересует во-первых доля доля которую получили работники вот в таком отчете годовом здесь есть отдельная глава посвященная персоналу страница на 60 странице политика что мы тут видим количество сотрудников среди российских предприятий 75 тысяч 900 видите в группе компаний есть и в Африке и в Европе и в Азии США и в Австралии все они вместе и тысячи не набирают основная масса работников это в России и здесь есть структура персонала по категориям указано что рабочие составляют 69% нам почему это важно важно потому что следуя российской политэкономии мы знаем что стоимость непосредственно производят рабочие а уже там руководители специалисты служащие они организуют производство они его планируют они его контролируют все очень важные люди но непосредственно в стоимости воплощается труд рабочих поэтому эту цифру 69% мы запомним она нам понадобится при определении нормы прибавочной стоимости что тут еще интересного в отчете вот например есть данные о о том как вознаграждалось правление это интересно будет сравнить с тем насколько разнятся доходы высшего руководства и работников вот у нас тут указано что вознаграждение членов совета директоров 249 миллионов за год было выключено и вознаграждение членов правления в миллионах рублей это 5 миллиардов 458 миллионов уже впечатляющих сумма если посмотреть то это у нас тут управление есть данные по составу различных комиссий с фотографиями правления это у нас чем занимается а вот они тут все перечислены состав правления в общем 17 человек 17 человек состава правления если взять эти там 5 и 4 миллиарда которые они там за год получили так разбит на 17 да на 12 месяцев это порядка 26 миллионов в месяц каждый тут получил за свои неоценимые можно сказать на своих поле услуги очень нужную и важную работу 26 миллионов в месяц что же у нас с рабочими происходило вот к сожалению в годовом отчете в конце приведена отчетность уже из которой мы можем это все узнать но она дана в долларах и мы поэтому лучше не в годовом отчете будем смотреть эти цифры не даже касающиеся стоит посмотреть в годовом отчете это дивиденды на сто восемь страницы есть сведения о дивидендах дивиденды это у нас получается прибыль распределяемая прибыль среди акционеров то есть предприятие отработало год получило прибыль собрался совет директоров дал рекомендации сколько какую часть из этой прибыли пустить все раздать акционерам вот смотрим что за 2018 год было выплачено двести сорок восемь миллиардов рублей в качестве дивидендов 248 миллиардов рублей запомним эту цифру теперь перейдем к данным по оплате труда если мы возьмем вот этот консолидированный отчет то в нем есть такая таблица которая раскрывает себестоимость производства за год себестоимость реализованных металлов здесь указан расходы на персонал и материальные расходы сейчас мы видим что за 2019 год 83 миллиарда было выплачено сотрудникам можем сравнить так как у нас годовой отчет где мы видели численность работников за 2018 год вот мы возьмем фонд заработной платы за 2018 год у нас получается 80 миллиардов если поделить нами численность то получается что каждый работник в 2018 году в среднем получал 89 тысяч рублей что нам эта цифра говорит с одной стороны вроде бы и неплохо вот мы видели средняя зарплата по вообще по всем обрабатывающим производствам в 2018 году была фактически в два раза меньше но с другой стороны что мы видим вот фонд зарывной платы 80 миллиардов а дивидендов выплачено посмотрели 248 то есть в три раза больше значит что получается все 79 тысяч работников отработав произведя продукцию и получив доход не просто доход а доход за вычетом всех налогов отчислений материальных затрат вот это вот очищенный весь этот доход прибыль поделился поделился на четыре части одну из которых одна из которых отошла работникам и три части акционера а кто такие акционеры какое они принимали участие в производстве подавляющее большинство из них никакого не принимали участие в производстве только вот господин потанин 35 процентов этих акций имеет можно вот и оценить что за 2018 год выплачено 240 миллиардов дивидендов до взять от них 35 процентов 84 миллиардика получил лично надеюсь заплатил налоги с них ну и опять же 89 тысяч рублей которые доставались в месяц каждому работнику тоже выглядит очень скромно по сравнению с зарплатой не с зарплатой а с вознаграждением высшего руководства 26 миллионов в месяц даже если так вот 26 миллионов поделим восемьдесят девять тысяч вот видите что получается каждый член управления получил как 292 металлурга вот такие талантливые управляться работает так вот имея уже эти данные о фонде зарплаты мы можем уже точнее оценить норму эксплуатации для этого что нам нужно сделать нам надо взять цифры которые обычно в начале отчета идут а именно консолидированный отчет о прибылях и убытках что мы здесь увидим мы видим начинается он с выручки то есть это цифры которые выражает стоимость произведенной продукции реализованной дальше указана себестоимость себестоимость это то что мы перед этим смотрели состоит в том числе из фонда заработной платы материальных затрат других затрат это себестоимость вычитается из выручки и получается показатель валовой прибыли давайте к нему повнимательнее присмотримся валовая прибыль это выручка материальных затрат и фонда заработной платы в основном соответственно в терминах маркса что мы имеем имеем вот эту стоимость то есть это капитал в товарном виде то есть в виде готовой продукции превратился в денежную форму и в нем выделились такие части это затраты на средства производства и затраты на найм то есть постоянный переменный капитал здесь они в отчетности попали в одну сумму мы их разделим а в результате вот эта валовая прибыль означает что означает как раз таки прибавочную стоимость то что остается после вычета материальных то есть материальных затрат и затрат на найм это когда мы просто обычно материальные затраты это мы получили вновь созданную стоимость из этой вновь созданной стоимости вычитаем фонд заработной платы получаем уже прибавочную стоимость соответственно вот это вот прибавочная стоимость составляет основу дальнейшего распределения распадается первым делом конечно же на административные расходы эти 60 миллиардиков это то что то куда и все эти зарплаты большие руководства попадают там отдельно есть тоже национал административный далее различные тут у нас вычеты по налогам и в конце концов остается вот эта прибыль за год которая вот уже причитающийся акционерам прибыль формирует формирует потом по решению совета директоров выплачивается в виде дивидендов так вот получается что как мы первоначально сравнивали 1 1 к 3 фон заработной платы и сумма дивидендов и получалось что работник отработал за четверых свою зарплату еще трем акционерам такой же доход обеспечен то на самом деле это это лишь самое это еще только самое первое и даже не точное приближение к реальной норме прибавочной стоимости или к показателю степени эксплуатации потому что в этот показатель нужно брать не уже там не распределенную прибыль а именно прибавочную стоимость то есть надо сравнивать фонд заработной платы порядка 80 миллиардов с вот этой валовой прибыли даже с этой валовой прибыли потому что все остальное все остальные затраты это уже начинается перераспределение этой прибавочной стоимости валовой прибыли и даже если уж быть еще более точным то снова обратимся к строению себестоимости то увидим что здесь помимо расходов на персонал материальных затрат приобретение сырья здесь у нас например еще фигурирует налог налог на добычу полезных ископаемых виде 14 миллиардов и хоть это и списывается как затраты как себестоимость конечно же это чистом виде уже перераспределение прибавочной стоимости в такой форме поэтому для расчета показателя нормы прибавочной стоимости а у нас как он будет считаться он будет это вся прибавочная стоимость деленная на затраты на переменный капитал то есть на фонд зарубной платы в нашем случае мы считаем что вся прибавочная прибыль но только что мы видели что когда она получалась из выручки вычиталась себестоимость себестоимость там по крайней мере еще и налог попал то есть эти 14 миллиардов мы должны прибавить обратно к валовой прибыли чтобы получить более точную цифру прибавочной стоимости если так и посчитаем пятьсот сорок два нет с каракулятором давайте посчитаем рублик до миллиардов сот сорок два миллиарда плюс 14 миллиардов налога у нас у нас получается что что это доля прибавочной стоимости, это, можно сказать, если в процентах 664%, либо получается она больше от фонда заработной платы, но если так округлять, то в 7 раз почти, ну или в 6, в 6,5 раз, то есть что это означает, что каждый работник отработал за себя и еще за шестерых, за пятерых. И чтобы далее уточнить еще этот показатель, вот как раз таки надо вспомнить, что численность рабочих на предприятии 69%. То есть здесь мы берем фонд заработной платы 83 миллиарда, но фактически для того, чтобы дать более точную оценку степени эксплуатации, нам надо от этих 83 миллиардов взять только 69%. Мы можем вот этот наш конечный результат поделить на 0,69. И вот мы получаем уже 962%. То есть получается, что 9,5 раз превышает прибавочная стоимость, необходимую стоимость, то есть ту стоимость, которая пошла на плату труда. И, что можно сказать, вот каждый работник морильского никеля, каждый рабочий уже, тут можно точнее сказать, каждый рабочий отработал за себя, и еще за, как минимум, за 9 еще человек. То есть за десятерых работали в 2019 году, мы тут сейчас по 19-й год взяли. За десятерых каждый рабочий отработал. И тогда, зная вот эти, представляя вот эти цифры, которые еще тоже лишь приближения, да, если мы вспомним, вот, и даже у Виктора Ивановича Галко была статья недавно посвященная тому, что делая вот такие расчеты, мы лишь приближаемся к этим показателям реальным степени эксплуатации, но приближаемся мы как? Мы приближаемся, мы даем минимальную оценку. Почему минимальную? Потому что, во-первых, часто данных о структуре работников на предприятии нет, здесь в нашем случае не были, поэтому мы более точно взяли фонд зарубной платы и скорректировали на долю рабочих. А во-вторых, если мы посмотрим, то, с чего мы начинаем наш расчет, это выручка, да? Вот мы от выручки движемся к валовой прибыли. То вот эта выручка, она, что означает, что вот эта продукция, металлургическая продукция была продана вот за эти деньги. Но, как мы знаем, или как можем предполагать, конечно же, это происходит не так, что каждый, кому нужен, там, этот никель идет, звонит, значит, на рельский никель и договаривается. Происходят продажи крупными партиями через биржу и там существуют свои просредники, которые также работают с прибылью. И вот их прибыль, откуда берется, она берется так же, как доля прибавочного труда. То есть этот вот непосредственный производитель, капиталист делится частью прибавочной стоимости с оптовыми покупателями. И поэтому сюда уже вот эта цифра попадает с учетом этих оптовых скидок. Мы знаем, что оптовые цены ниже розничных. Но даже зная, что это уже цифры, пришедшие сюда и означающие, что часть прибавочной стоимости уже ушла этим оптовым покупателям, мы можем сказать, что в любом случае эти цифры, они лишь увеличивают вот эту общую прибавочную стоимость и норма эксплуатации она еще больше на самом деле. То есть мы дали минимальную наценку. Ну и, конечно же, какие тут выводы можно сделать? Конечно же, неудивительно тогда, почему так сильно разнятся зарплаты рабочих и выплаты, которые идут высшему руководству. Потому что заставить человека работать за десятерых это тоже большое умение. Но это скорее так в шутку. А если не в шутку, то, конечно, мы видим, что современная промышленность на капиталистических основах это жесточайшая эксплуатация рабочих. Рабочего класса. Даже если мы видим, что зарплаты на данном конкретном предприятии в два раза больше средних, то это говорит только о том, что на других предприятиях это просто условия еще и хуже. А в максимальных цифрах, как мы знаем из расчета стоимости рабочей силы, зарплата 80-90 тысяч это зарплата далеко еще не дотягивающая до стоимости товара рабочей силы. То, о чем мы говорили в начале, это разница между стоимостью рабочей силы и даже так, то есть мы тут брали стоимость рабочей силы, но стоимость рабочей силы это такой показатель, который включает в себя не просто материальные затраты, а он определяется уровнем потребления, принятым в обществе. так, что нужно для нормального воспроизводства рабочей силы. Так вот, где бы, в каких городах сейчас не считали бы стоимость рабочей силы, стоимость товара рабочей силы, получается там от 120 до до 320 тысяч рублей на семью необходима для нормального воспроизводства товара рабочей силы. То есть, несмотря на относительно высокие зарплаты, все равно мы видим сверх, как бы сказал, эксплуатацию и вывод такой, что и вот эти сверхдоходы и положение, когда у нас такое расслоение в обществе, фактически это все создается руками рабочих и, к сожалению, при капитализме и даже свое собственное тяжелое положение также создается трудом самих рабочих. На это уже обсуждали, но можно еще раз взглянуть на данные, которые проведены в годовом отчете. Мы вот уже видели, что в основных показателях производственных там у нас из года в год идет рост. А если численность работников посмотреть, получается вот такая картина, да? 2016 год 81 тысяча, 2017 77, 2018 74. Производительность труда растет, видимо. И естественно есть тут улучшение средств производства, но вот эти совокупные средства производства дают работу все меньшему количеству работников. То есть работая за десятерых, создавая эти прибыли, сверхприбыли, часть из которых идет на модернизацию производства, на повышение производительности труда, рабочие тем самым подрывают условия своей жизни фактически при капитализме. Вот такая человека, детская система. уважаемый товарищ, я думаю, мы достаточно подробно разобрали этот вопрос в применении к статистике. Я думаю, что это может быть полезный навык для всех, кто изучает марксизм, навык какой, взять живую статистику, живые отчеты предприятий. И особенно это полезно, интересно может быть для тех, кто непосредственно на предприятиях ведет работу за что? За объединение работников, за борьбу, за улучшение положения работников. То есть если в коллективе идет выдвижение экономических требований в виде полдоговора в других формах, то, конечно же, представление о том, насколько эксплуатируется труд, это всегда будет мотивировать работников для коллективных действий. поэтому у нас лекция не предполагает семинарского занятия, но в качестве домашнего задания, как добровольного домашнего задания, я предлагаю всем слушателям взять какое-нибудь предприятие или крупное из того списка, которое мы видели, или, что еще лучше, какое-то в вашем регионе, какое-то соседство, если это предприятие в форме открытого центра общества, нетрудно найти отчетность и посчитать вот этот главный показатель, характеризующий степень эксплуатации, на самом деле наглядно показывающий сущность капитализма. и имея такие знания, борьба за более справедливое общество, она будет только укрепляться. Вот в этом желаю всем успехов. Спасибо за внимание. Спасибо.